В Ак-Тубе состоялось заседание областного филиала партии Аманат под председательством главы региона Ундасына Уразалина. Активисты обсудили новый формат работы политической организации. В качестве спикера выступили руководители областного филиала, а также члены молодежного крыла партии. Максимальная прозрачность – вот главный посыл новой партии в Новом Казахстане. Инкара Карашаева продолжит тему. Вклад в развитие страны начинается с решения малых проблем в самых отдаленных селах страны. Такой курс работы обозначил Акимобласти председатель регионального филиала партии Аманат Ундасына Уразалин. Он поблагодарил партийцев за поддержку проектов по вандернизации региона. Партийцы активно реализуют все государственные проекты. Вместе мы достигли больших результатов по газификации, водоснабжению, решению жилищных проблем, занятости населения и поддержке предпринимательства. Предстоит большая работа. Все семь направлений, обозначенных президентом, мы должны реализовать качественно и в кратчайшие сроки. Быть еще ближе к народу, переживать вместе проблемы и решать их. Главная цель партии Аманат. Усиление работы, общественные приемные, обновление депутатских фракций, создание дебатной площадки. Октябрьские аманатовцы уже вовлечены в дело трансформации партии. Количество общественных советов на региональном уровне будут оптимизированы с 12 до 8, на территориальном уровне с 9 до 5. Будут также обновлены их составы с проектом исключения в виде общественного мнения. Будут обновлены итоги рейтинг-депутатов в Москве от всех уровней. Эти работы стартовали в нашей области в прошлом году. В настоящий день работает киеводный проект. На сегодняшний день киеводный депутат Масляхатов вырубил систему в районе загрузок около 2000 материалов. По внесенным изменениям, мы уже встречаем оценки рейтинг-системы на всякой работе фракции. Глава региона уделил особое внимание прозрачности проведения выборов сельских акимов. У нас уже есть положительный опыт. 43 партийных кандидата успешно выбраны народом и уже приступили к работе. Но расслабляться не стоит, подчеркнул он Дасану Розалин. Ведь авторитет формируется годами. Авторитет за один день не набирается. Авторитет формируется годами за счет кропотливой, результативной работы. Если в работе есть результат, то народ сам дает соответствующую оценку. Хорошо и в позитивной форме проведенная работа, она всегда найдет подклик и поддержку населения. Сами партийцы, говоря о трансформации народа в Аманат, считают, что ребрендинг политической организации – это требование времени. Партия делает свою работу максимально прозрачной. Заседания общественных советов будут трансмироваться. Обращения граждан в приемные партии можно будет отслеживать через систему мониторинга жалоб и запросов. Для усиления и взаимодействия с населением будет введена практика регулярных выездных встреч с депутатами, жителями отдельных населенных тропов. Выше перечисленные меры должны способствовать повышению качества жизни. Перерождение партии на руку молодежи, ведь поддержка юного поколения казахстанцев будет на особым контроле. Среди целей – организация движения патриотов «Кайсар», волонтерских акций и мероприятий по активации участия в жизни страны и сельской молодежи. Мы просим вас, Омда Сантьилович, оказать поддержку в наших начинаниях. Мы умеем работать с молодежью. Многие проекты реализованы. Мы планируем привлекать лидеров из числа жасутановцев-волонтеров. Также готовим совместный проект с отбасы банком для обеспечения молодых специалистов жильем. По итогам обсуждения Акимобласти председатель Актюбинского филиала партии поручил председателям территориальных филиалов, то есть Акимам и районов, тесно взаимодействовать с общественными советами и совместно решать актуальные вопросы населения. Чаще проводить выездные приемы граждан в отдаленных населенных пунктах, усилить партийный контроль, проанализировать реализацию дорожной карты предвыборной программы партии. Целым партийцам предстоит большая работа по трансформации. Благо, аманатовцев в нашем регионе достаточно. Только в первичных партийных организациях состоит больше 31 тысячи актюбинцев. К настоящему времени обновлена техническая база в районных филиалах, им же закуплено 12 легковых авто. Все это сделано для улучшения работы с народом и решения актуальных вопросов общества.